И он, первозданный, поверив, что одной силой своего свободного произволения и своими усилиями может достигнуть славу Божества, потерял и ту, которую получил по благости Создателя. Так, примером и свидетельствами Священного Писания, на яснейше доказывается, что страсть гордости, несмотря на то, что в порядке духовных браний, есть самая последняя, поначалу, однако же, есть самая первая и есть источник всех грехов и преступлений. Она, не как прочая страсть, ни одну только противоположную себе добродетель губит, то есть смирение, но есть губительница из всех вместе добродетелей и искушает не каких-нибудь посредственных и ничтожных, а особенно таких, которые стоят на высоте могущества. Ибо так упоминает об этом духе пророк. Пища его избранная, Аввакум 1,16. Посему и блаженный Давид, хотя с таким вниманием оберегал тайники своего сердца, что к тому, от кого не сокрыты были тайны его совести, с дерзновением возглашал Господи, не возносилось сердце мое и не возносились отчи мои, я не входил в великое для меня недосягаемое. Солом 131. И еще. Не жил посреди дом моему творящий гордость, однако, зная, как трудно даже и для совершенных уберечься от всякого движения этой страсти, не полагался в этом на одни свои усилия, но в молитве спрашивал помощи у Господа, даст ему избежать уязвления стрелой этого врага, говоря, да не придет мне нога гордыни. Псалом 35,12. То есть не дай мне, Господи, сделать какой шаг по внушению гордости, боясь и страшась, как бы не подвергнуться тому, что говорится о гордых. То есть не сказал Бог всегоугодникам, блудникам, гневливым или свебролюбцам противиться, но одним гордым. Ибо те страсти или обращаются только на каждого из погрешающих ими, или, по-видимому, пускаются на соучастников их, то есть других людей. А это, собственно, направляется против Бога, и потому его особенно и заслуживает иметь противником себе. В сети этого непотребнейшего духа можем мы избежать, если о каждой из добродетелей, в которых чувствуем себя преуспевающими, будем говорить с апостолом. Не я, но благодать Божия, которая со мною. И благодатью Божией есть то, что есть мне. И Бог, действующий в нас, и хотение, и действие по своему благоволению строяющий, как говорит и сам Совершитель нашего спасения, то во мне будет и я в нем. Тот сотворит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. И припевает соломник, если бы не Господь созиждит дом, то напрасно трудится зиждущий. Если не Господь сохранит город, то напрасно бодрствует сторож. И ничья исходящих и текущих воли, недостаточных тому, чтобы облеченный воюющий против духа плотью, мог без особенного покрова божественного милосердия достигнуть совершенной чистоты и непорочности. И зато удостоится получить то, чего так сильно желает и к чему так течет. Ибо всякое доброе даяние и всякий дар совершенный свыше сходит от Отца Светов. И что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то что хвалишься, как будто не получил? 1 Коринфянам 4,7. Я говорю это не с тем, чтобы уничижая человеческие усилия, хотел отклонять кого-либо от заботливого и напряженного труда. Напротив, я решительно утверждаю, не моим мнением, но стартов, что совершенство без них никак не может быть получено, и ими, одними, без благодати Божией оно никем не может быть доведено до надлежащей степени. Ибо мы, как говорим, что усилия человеческие сами по себе без помощи Божией не могут его достигнуть, так утверждаем, что благодать Божия сообщается только трудящимся в поте лица. Или, говоря словами апостола, даруется только хотящим и текущим, судя и потому, что в 82-м восьмом псалме поется от лица Божия, положил помощь насильного, вознес избранного от людей, стих 20-й. Хотя по слову Господа говорим мы, что просящим дается, стучащим открывается, ищущими обретается, но прошение, искание и стучание сами по себе недостаточны к тому, если милосердие Божие не даст того, чего просим, не отверзит того, во что стучим, и не даст найти то, что ищем. Оно готово даровать нам все это, как только мы дадим Ему в том случае, привнесением своей доброй воли. Ибо гораздо более, чем мы, желает и ожидает нашего совершенства и спасения. И блаженный Давид так глубоко осознавал невозможность получить успех в своем деле и труде собственными столько усилиями, что удвоенным прошением просил сподобиться. Да Господь сам исправит дела его, говоря, и дела рук наших исправит на нас, и дел рук наших поспешит твой. И опять укрепи Боже сие, что соделал ты для нас. Псалом 89, 17, 67, 29. Итак, надлежит нам так стремиться к совершенству, прилежа постам, бдениям, молитвам, сокрушению сердца и тела, чтобы, надымаясь гордостью, не делать всего этого напрасно. Мы должны веровать, что не только самого совершенства не можем достигнуть собственными усилиями и трудами, но и то самое, в чем упражняемся для достижения его, то есть подвиги и разные духовные делания. Не можем, как должно совершить, без помощи благодати Божией. 142 пункт, страница 86, второй том добротолюбия святого Яна Касьяна, борьба с духом гордости. Мы должны всегда возносить благодарение Богу, не только за то, что Он создал нас разумными, одарил способности свободного произволения, даровал благодать крещения, дал в помощь ведение закона, но и за то, что Он подает нам каждодневным своим о нас промышлением, именно освобождает от наветов вражеских, содействует нам преодолеть плотские страсти. Покрывает нас без ведома нашего от опасностей, ограждает от впадения в грех, помогает нам и просвещает в познании и уразумении требований закона Его, тайно вдыхает сокрушения нерадения и прегрешениях наших, спасительно исправляет нас, удостаивая особенного пресещения, и тогда даже против воли влечет нас ко спасению. Наконец, самое свободное произволение наше, более склонное к страстям, направляет к лучшему душеполезному действованию и обращает на путь добродетели пресещением своего воздействия на Него. Вот в чем, собственно, состоит смирение перед Богом, вот в чем вера древнейших отцов, пребывающая даже до сели, не запятнанная и у их преемников. Об этой их вере дают несомненное свидетельство апостольские силы, проявленные ими не только у нас, но и между неверными и маловерными. Иоас, старий иудейский, сначала был похвальной жизнью, но потом, возгордившись, предан был бесчестным и нечистым страстям или по апостолу в неискусен ум творите неподобное. Римлянам 1.26 Предался постыдным страстям. Таков закон правды Божьей, что кто нераскаянно надымается гордостью и превозношением сердца, тот предается на посрамление гнуснейшей плотской сармате, что, будучи уничижен таким образом, он вочувствовал, что если он оказывается теперь так оскверненным, то это потому, что прежде не хотел сознать глубочайшие и важнейшие нечистоты от гордостного превозношения, и, чтоб сознавая это, возревновало очистить себя от той и другой страсти. 145 Итак, очевидно, что никто не может достигнуть последнего предела совершенства и чистоты иначе, как смирением истинным, которое он, видимо, свидетельствует перед братьями и изъявляет также перед Богом в сокровенностях сердца своего, веруя, что без его покрова и помощи в каждый момент его посещающих никак не может он достигнуть совершенства, которого желает и которому с усилием течет. До север, сколько дозволяла скудость нашего дарования, при помощи Божией довольно сказали мы о духовной гордости, которую, как сказано, искушается совершенная. Этот род гордости немногим известен и немногими испытывается, потому что немногие стараются стяжать совершенную чистоту сердца, чтобы дойти до таких браний. Она обыкновенно борет ойкотех, которая победит все другие страсти, находится уже почти на самом верху добродетелей. Хитрейший враг наш, поскольку не мог одолеть их, влеча к плотскому грехопадению, то теперь покушается запнуть их и не зринуть падением духовным, замышляя через него лишить их всех прежних плодов, стяжанных с большим трудом. Впрочем, нас, которые еще опутаны плотскими страстями, он вовсе не удостаивает искушать таким образом, но запинает грубой, и так сказать, плотской надменностью. И потому об этой, которую впадает, подвергаемся опасности впадать наиболее мы или люди нашей меры, и особенно души юных или новоначальных иноков, необходимым, почитая, немного потолковать по нашему обещанию. 147. «Это плотская, как мы сказали, гордость, если после недобря и бездолжной ревности положенного начала отречения от мира останется в душе монаха, то, не попуская ему от прежней мирской надменности не зайти до истинного смирения Христова, сначала делает его непокоривым и упрямым, потом не дает ему быть кротким и обходительным, равно как вести себя в уровень со всеми братьями и жить, как все, не выдаваясь. Особенно не уступает, чтоб он по заповеди Бога и Спаса нашего обнажился от всякого земного стяжания. И между тем, как отречение от мира, ничто иное есть, как показания, умертвление всему и креста, и не может в истинном виде быть начатой созидаться на других основаниях, а чтоб сознавать себя не только всем делам мира сего духовно умершим, но верует, что и телесно имеет умереть каждый день. Она, напротив, научает ему надеяться долговечной жизни, представляет впереди разные продолжительные болезни, колеблется ты дома смущением, если, оставшись без всего, начнет содержание, иметь из чужих, а не из своих источников, и внушает, что пищу и одежду гораздо лучше доставать себе на свои, чем на чужие средства, напоминая в подтверждение этого следующее изречение «блажение давать, нежели принимать», которое, в каком смысле сказано, никогда не могут уразуметь эти одебелившие и охладевшие сердцем. Инок, так недобре начавший свое мироотречение, никогда не может вместить истинного простого смирения Христова. Он не перестанет или хвалиться знатностью рода, или надмиваться прежним мирским чином, который оставил только телом, а не сердцем, или возноситься деньгами, удержанными при себе на свою пагубу, потому что из-за них не может уже он неспокойно нести иго монастырских порядков, не подчиняться наставлениям какого-либо старца. Кем овладеет гордость, тот унизительным для себя считает соблюдать какие-либо правила подчинения или послушания, даже неохотно слушает и общее учение о совершенстве духовной жизни, иногда же и полное питает к нему отвращение, особенно когда обличаемый совестью примет подозрение, что оно намеренно направлено против него. В последнем случае сердце его еще более ожесточается и возгорается гневом, после чего бывает у него громкий голос, грубая речь, строктивость, горечью ответ, гордая и подвижная походка, неудержимая говорливость. Таким образом бывает, что духовное собеседование не только никакой не приносит ему пользы, но, напротив, оказывается вредным, делаясь для него поводом к большему греху. 149. Слышал я, что один из юных иноков, когда Ава укорял его, зачем он оставив смирение, которое являл несколько времени по отречению от мира, начал надмиваться дьявольской гордостью, с крайним высокомерием ответил ему, разве я для того несколько времени смирял себя, чтобы навсегда быть подчиненным? При этом, в столь необузданном и преступном ответе старец так остолбенел от изумления, что речь его порвалась, как будто он услышал такие слова не от человека, а от самого древнего Люцифера, и ни одного звука не мог испустить из уст своих против такой дердости. А только одни и спускал из сердца воздыхание истинание, молча повторяя в уме сказанное о Спасителе нашем, и живообразе Божьем быв, смирив себя, послушным быв, не на время, как говорит этот одержимый дьявольским духом надмени, но даже до смерти. 150. Это плоская гордость, вот в каких действиях проявляются. В говорении бывает крикливость, в молчании досадливость, при веселости громкий, разливающийся смех, в печали бессмысленная пасмурность, при отвечании в колкость, в речи легкость, слова, как попало вырывающиеся без всякого участия сердца. Она не знает терпения, чуждой любви, смела в нанесении оскорблений, малодушно в перенесении их, тяжела на послушание, если не предваряет его и ее собственное желание и воля, но увещание непреклонно к отречению от своих валений неспособно, подчинение чужим крайне упорно, всегда усиливается поставить на своем решении, уступив же другому, никогда не согласно не бывает. И таким образом бывает, что, сделавшись неспособной принимать спасительные советы, она более верит своему мнению, чем рассуждению стартов. По таким стетеням неспадения тот, кем овладевает однажды гордость, спустившись в долу, с ужасом отвращается уже от строго общежительного благочиния и полагая, что если он мало подвигается на пути к совершенству, то это потому, что его замедляет в этом сообщении с братьями, и что если он мало успевает в стяжании терпения и смирения, то это по вине других, по препоном с их стороны, принимает желание жить в уединенной келье или даже предприемлет устроить особый монастырь в видах привлечения многих к строгой жизни и спешит собрать блаженствующих последовать его учения и наставления, делаясь таким образом из непотребного ученика непотребнейшим учителем. Итак, если хотим, чтобы здание наше поднялось до самого верха и было угодно Богу, то постараемся положить основание ему не по самоугодливой воле нашей, а по точному евангельскому учению, по которому таким основанием может быть ничто и другое, как страх Божий и смирение, порождаемое кротостью и простосердечием. Смирение же не может быть приобретено без обнажения от всего, без коего никак нельзя утвердиться, ни в добром повиновении, ни в твердом терпении, ни в невозмутимой кротости, ни в совершенной любви, а без этих сердца наше отнюдь не может быть жилищем Святого Духа, как возглашает об этом Господь через пророка. На кого возрю? Только на кроткого и молчаливого и трепещущего перед словом моим. Почему воин Христов, который законно подвизает подвигом духовным, желает быть увенчанным от Господа, должен всячески постараться истребить и этого литейшего зверя, как поглотителя всех добродетелей, будучи уверен, что пока он будет в его сердце, то ему не только нельзя будет освободиться от всех страстей, но что если возымеет он сколько-нибудь добродетелей, и та погибнет от его яда, ибо в душе нашей никак не может быть воздвигаемо здание добродетеля, если наперед в сердце нашем не будут положены основы истинного смирения, которое, будучи наипрочнейше сложено, только одно и сильно сдерживает доверховозведенное здание совершенства и любви. Для этого надлежит нам во-первых перед братьями нашими с искренним расположением изъявлять истинное смирение, ничем не позволяя себе опечалить их или оскорбить, чего никак не можем мы исполнить, если по любви ко Христу не будет в нас глубоко укоренено истинное от всего отречение, состоящее в полном обнажении себя от всякого стяжания. Во-вторых, надлежит в простоте сердца и без всякого притворства воспринять иго послушание и подчинение, так, что кроме заповеди авы, никакая другая воля отнюдь не жила в нас, что никем не может быть соблюдаема, кроме того, кто не только возымел себя мертвым для мира этого, но и почитает неразумным и глупым и без всякого размышления исполнять все, что не прикажут царцы, но вере, поверя, что все то священно и от самого Бога возвещается. 154 Когда будем мы держаться в таком настроении, тогда за этим без всякого сомнения последует такое невозмутимое и неизменное состояние смирения, что, почитая себя низшими всех, самым терпеливым образом будем мы переносить все нам причиняемое, сколько бы оно ни было напрасно, оскорбительно или даже вредно, так, как бы то налагаемо было на нас от наших начальственных отцов, как послушание или испытание. И не только легко все такое будет нам переносимо, но и почитаемо малым и ничтожным, или при том постоянно будем содержать в памяти и чувстве страдания Господа нашего и всех святых, потому что тогда напрасно нам испытываемое будут казаться нам настолько легче, насколько далеко отстоим мы от их великих дел и многоплодной жизни. Водушевление к терпению отсюда исходящее еще будет сильнее, если при этом будем помышлять, что скоро переселимся и мы из этого мира, и по скором конце нашей жизни тотчас станем соучастниками их блаженства и славы. Такое помышление губительно не только для гордости, но и для всех страстей. После этого следует нам крепко-накрепко держать такое смирение перед Богом, что будет нами исполнено, если будем питать убеждение, что мы сами собой без его помощи и благодати ничего не можем сделать, что относится к совершенству добродетели и будем искренне верить, что и то самое, что успели мы уразуметь, есть его дар. Шестое. Борьба с помыслами и через них злыми духами, сопровождающая всякие другие борьбы и переживающие их все. 155. Вопрос. Никакого не видим успеха в установлении внимания при всем старании. Ума никак не удержат от блужданий, даже и тогда, как чувствуешь, что сердце сочувственно устремляется к определенному созерцанию. Ум нечувствительно оттуда спустившись, с березмерной быстротой впадает в обычные свои скитания. Так неисчетное число раз, каждый день отводится он в плен своими парениями туда и сюда. Потому берет даже отчаяние достигнуть когда-либо желаемое исправление этой немочи. И думается, что напряжение внимания на это дело есть напрасный трус, когда видишь, что душа, несмотря на то, все же каждую минуту быстрыми полетами пускается блуждать. Привлечешь ее страхом Божиим к духовному созерцанию, но она прежде чем установится в нем, опять мгновенно исчезает из вида. И тогда, как упередив ее намерение бежать, схватишь ее в самом начале и опять повлечешь к созерцанию, от которого стала отступать, намереваясь какими узами связать ее напряженнейшим вниманием сердца. Она во время этого самого труда над ней успевает ускользнуть из внутреннего святилища быстрее, чем уголь из рук рыболова, трудясь таким образом каждый день со всем усердием над хранением мыслей и не видя никакого в том успеха. Невольно приходишь к заключению, что такие блуждания мысли не от нас, а верно, такова уже природа наша. Так скоро делать заключение, не исследовав дело, как должно, небезопасно. По своему бессилии или неумению успеть чем-либо полагать, что такой успех и ни для кого невозможен несправедливо. Это похоже на то, как если бы кто не умея плавать и искусственно держаться на воде, заключил, что как его тело по тяжести своей не может держаться на воде, тела же у всех такие же, как и его тело, то и ничего тела не может держаться на воде, и никто следовательно не может плавать. Такова уж природа тел, что плавать нельзя. Как бы ни показалось ему правым такое заключение, но опять опыт его не оправдывает. Таково и ваше суждение. Ум наш по природе своей не может оставаться праздным. Почему неизбежно ему, если не имеет в себе наперед предусмотрительно заготовленных предметов, над которыми упражнял бы он свои движения, и которыми бы постоянно занимался по своей подвижности убегать туда и сюда, и повсюду летать, пока долговременным упражнением и постоянным навыком, что вы называете напрасным трудом, из опыта узнает, какие надлежит ему заготовить в своей памяти материалы, чтобы около их вращаться в своих неутомимых полетах, и через неотступное пребывание в этом труде стяжать силу отражать противоположное им внушение врага, которыми развлекаем был прежде, и таким образом непоколебимо пребывать в том состоянии невозмутимости и внутреннего покоя, которого желается. И так не следует нам непостоянства беспорядочного блуждания помыслов приписывать человеческой природе или Богу, Творцу, ее. Ибо истина Слово Писания, что Бог сотворил человека правым, а сии люди пустились в различные помыслы. Экхвисиас 7.30 Следовательно, качество помыслов от нас зависит. И Псалмопеев говорит, Блажен муж, которому есть заступление его в тебе, восхождение в сердце своем положи. Псалм 83.6 Видите, что в нашей состоит власти полагать в сердцах своих или восхождение, то есть за Бога достигающее помышление или нисхождение, то есть помыслы не спадающие долу к вещам земным и плотским. Если бы помыслы не в нашей состояли власти, то Господь не упрекнул бы фарисеев, для чего вы лукавое мыслите в сердцах своих, и через пророков не повелевал бы удалить худые помыслы ваши от очей моих, и доколе будут медлить в тебе порочные мысли твои, Иеремия 4,14 То правда, что многие суетные помыслы даже против воли нашей тревожат нас и почти без нашего ведения обольщают нас, входя в нас так неприметно и хитро, что мы не только не можем воспрепятствовать их в ходу, но и с великим трудом узреваем их. Но принимать их или отвергать возможно всякому, кто при помощи Божией употребит на то свое старание и усилие, как возникновение их не зависит от нас, так отвержение или приятие их состоит в нашей воле. Впрочем, и в самом прирожении помыслов не все надо приписывать набегу помыслов или тем духам, которые стараются все эти их, но от нас зависит исправить качество помыслов и сделать, чтобы в сердцах наших возникали духовно святые помыслы вместо плотки земных, если не всегда, то наибольшей частью. Когда кто разумно и тщательно поучается в священном писании и упражняется в псалмах и пении, пребывает в посте и бдении и непрестанно памятует о будущем, о Царстве Небесном, о гиене огненной и о всех делах Божиих, тогда худые помыслы уменьшаются и появляются реже. Когда же кто напротив занимается мирскими заботами и плотскими делами и вдается в суетные и праздные беседы, тогда худые помыслы умножаются в нас. Деятельность ума нашего хорошо сравнивается с мельничным жорновым, которое от стремительности течения воды быстро вертится кругом. Он никак не может перестать вертеться движим, будучи водою. Но во власти представника состоит пшеница или молочь, или жито, или куколь растирать. Так и ум наш в течение настоящей жизни, будучи непрестанно приводимых в движение, устремляющимся на него отовсюду, потоком впечатлений, не может быть праздным от волнения помыслов. Но какие из них принимать или усвоять себе, это зависит от нашей воли усмотрения. Если мы, как сказано, постоянно будем заниматься поучениями в Священном Писании, память наполнять духовными предметами, питать желание совершенства и надежду на получение будущего блаженства, то от этого будут возникать духовные помыслы и ум наш держать в непрестанном помышлении о тех предметах, в которые мы углублялись. Если же по беспечности и неродении будем заниматься предметами страстей и праздными беседами или вдаваться в мирские попечения и суетные заботы, то по роду их будут потом рождать и помыслы, как плевелы, и давать сердцу нашему работу зловредную по изречению Господа Спасителя, где будет сокровище, дел на ваших и вашего внимания, там необходимо пребудет и сердце ваше. Ведок подобает, что есть три начала наших помыслов от Бога, от дьявола и от нас. От Бога, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Святого Духа, возбуждая в нас или рвение к высшему преуспеянию, или сокрушение малоуспешности и поблажках лености и беспечности, или когда открывает нам небесную тайну и намерение наше обращает к высшим делам. Так Господь внушил Артак сердцу спросить памятные книги, и он, узнав по ним о благодеяниях Мардахея, тотчас отменил прежнее свое жестокое определение об избиении народа иудейского. Истирь 6 глава. Так и апостолам обитовано, не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. От дьявола происходят помыслы, когда он покушается приткнуть нас, возбуждая через них страстное усложжение, или с лукавейшей хитростью представляет зло под видом добра, преобразуясь перед нами в ангела света. Так он вложил сердце Иуде Искариотскому предать Господа, и она не солгать Духу Святому. От нас самих рождаются помыслы, когда естественно вспоминаем, что видели, слышали или делали. 160. Эту троякую причину помыслов надлежит нам всегда иметь во внимании, чтобы по ним не обсуждать возникающие в сердце нашим помыслы и соответственно тому относиться к ним. Второй том добротолюбия страница 96. В этом отношении нам надо подражать искусным монетчикам, менялам, которые умеют верно узнавать золото. И чистое ли золото в монете, или медь, похожая блеском на золото, царское ли на ней изображение, и если царское, законно ли оно представлено, имеет ли также монета и законный вес, все подобное духовно должны мы делать относительно помыслов. Во-первых, обсудить, истинно ли то, что вошло в сердца наши или нет. Например, если предложено какое-либо учение, надо бы рассмотреть, очищено ли оно божественным огнем Святого Духа, или принадлежит к иудейским суевериям, или исходит от надменной философии мирской и носит только личину благочестия. Поступив так, мы исполним апостольское наставление не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, и будем безопасны от уклонения от истины. А некоторые, которые не заботились исполнять это предостережение, те подвергались бедственному отпадению от веры. Сладкоречивые обольстители сначала привлекли их к себе некоторыми благочестивыми чувствами и умствованиями, согласными со святой верою, как бы блесками золота, а потом научили противным вере мудрованиям, которых они, обманувшись первой благовидности, не подумали подвергнуть обсуждение, и приняв таким образом медную ложную монету за золотую, впали в еретические заблуждения. Во-вторых, надо бы нам заботливо выяснять, не слышится ли нами ложное толкование священного писания, которое, подделываясь почистая золото верного понимания божественных словес. Покушается видимостью этого драгоценного металла обмануть нас, принять его со смесью меди, ложно придаваемого им смысла. Так сатана покушался искусить самого Христа Спасителя. Так и всех нас искушает он уже небезуспешно, как Господа нашего. В-третьих, всячески надо бы всматриваться, как бы враг извращает драгоценные изречения Священного Писания лукавым толкованием, не успел склонить нас сделать им неправое приложение и употребление, обманно прикрывая это преданием, будто бы от стартов исходящим, как бы незаконно прилагая царскую печать к фальшивой монете. Это успевает он сделать, когда приезжает к неумеренному и непосильному нам труду, к чрезмерным бдениям, беспорядочным молитвам, к несообразному чтению и маня добром приводит к душевредному концу. Субтитры создавал DimaTorzok